Я сегодня на обед готовлю вареники. Никогда вот такие не лепила. Красивые, резные. Подольше, чем обычные вареники. Вареники с картошкой, это Михалыч. А мне в сковородке. Покажу потом, что я наготовила. Ничего необычного. Простая еда. Друзья, всем привет. У нас уже обед показываю вам. На обед Михалыча вареники сварила ему с картошкой. А у меня куриная грудка и брокколи. Ну и чай с лимоном. Кое-кому сладости. Поработали на улице. Вроде солнышко, все, но холодно. А мы еще на сквозняке все время были. Там под навесом, на веранде. Столешницу делали. Полки Михалыч делал в столы. В общем, трудились. Сейчас уже домой зашли. Но ноги до сих пор не отогрелись. Ну вот, друзья, мы в Денской приехали за мебелью. Ох, я не знаю, Михалыч войдет мне сюда. Блин. Да, да. Так, выключаюсь пока. Нет, широкая у нас машина. Так, друзья, спрашивали, СВ мебель вот так она пишется. Вот магазин. Я ссылки не даю. У них сайт, кстати, есть, где можно в каталоге найти мебель. Ну а лучше найти такой магазин в вашем городе, либо ближайший магазин. Сейчас я немножко поснимаю, наверное, да. Это не реклама. Просто спрашивали. У нас мебель и кухня, и зал теперь. И спальня, и кабинет, все, и свою мебель. Вот так открыто. И вот такая мебель у них. Есть кухня, обеденные зоны. А я документы не взяла. Нам надо забрать... А ты-то что молчишь? Улыбаешься. Вот, Михалыч, не захотел платить доставку. Говорит, сами заберем. Вот так у нас уперлась. Я им говорю разобрать мою сидушку. В смысле опустить. А мне вот тут сзади ехать. На заднем сиденье. Ничего, сейчас разберемся, как поймать. О, еще один Чанган. Только старенький, постарше. Братка. Вот так четко работает на своей мебели. Сказали в четверг. В четверг позвонили. И все. Еще одна коробочка и все. Вот нам сегодня занятие будет собирать мебель. Хотела сегодня машину мыть. Она у нас очень грязная. А на завтра обещает дождь, там 6 капель. Прям ливень будет. Если куда-то поедем, то опять упестуемся. Это вот здесь летом хорошо. Помыл машину и все. И считай, все лето ездишь, она чистенькая. Ну, раза два, может быть, за весь сезон. Зимой, да. Грязновато по дождю ездить. Вот везде забиты, смотрите, стоянки. Нигде не остановиться. Здесь вот тоже вот так встали на габаритах. Потому что все стоянки, все забиты. Я говорю, ну вот площадь перед администрацией. Ну, могли бы еще маленько, да, отрезать и сделать стоянку. Все для людей. Тем более площадь есть еще одна. Рядом буквально. Где елка, фонтан. Я ворчу стою, что стоянок нет. И каждый раз вот приезжаем. И каждый раз вот. Мы помню кресло тут в основной мебели купили. И мы тащили вон там за администрацией, туда за парком. Мы поставили машину и туда тащили. А полотенце у меня еще есть. Мака, кину тебе. Так, я, наверное, отсюда принимать буду, да? Спините. Что, он закроется? Ну, так я буду ехать. Все, вот так и поеду. Не знаю, зеркало будет видно, нет. Сегодня очень тепло на улице. После обеда особенно. Прям солнце раскочегарилось. Очень тепло, это плюс 9. Ну, да. А тебе сейчас вообще жарко, да? Потаскал. Тем не тепло. Даже мне не дал ничего подержать. Вот, я говорила, еще одна площадь есть рядом. Вот она прогулочная. Тоже могли бы маленько. Видите, везде стоянки забиты. И там тоже забиты стоянки. Нигде людям со своими машинками пристроиться. Ну, а в Краснодаре тоже беда. Ой, в Краснодаре вообще. Михал все время просит у меня. Возьми меня с собой в Краснодар. Давай в Краснодар поедем. А я ему все время говорю, давай, говорю, на электричке, на автобусе. Вот, как я езжу, съездим. Потому что я не знаю, где парковаться. Мест нет. Все забито. Люди ругаются все время на этих стоянках. В Динскую еще можно как-то найти место. Съездили в магазин. Вернее, ездили в Озон, заехали в мясо. Я всегда заезжаю туда, они прям через стенку от Озона. Я говорю, давай, зайду. Говядина свеженькая. Сказали, что это бык. Не телочка. И что быков старых не бывает. Я говорю, я не верю. Они же осеменители бывают всякие разные. Так, а это у тебя что? Опять игрушка какая-то. А, поняла. Вот это, которое пила вот так, да? Угу. Пилит. Так. Ну и Михалочка всегда мармелад. Говорит, ты же любишь такой. Выпросил. Выпросил опять, да. Да, Сталенушка, любить надо выпросить. Ладно, буду мясо разделывать. И что-нибудь тебе приготовлю из мяски. А мы увидели, что тут покоцано. Ну, как Михалыч говорит, уже поздно. Раз мы сами доставку делали, сразу не посмотрели. Потому что спешили. Не там припарковались. Вернее, неправильно припарковались. Нам надо было быстро-быстро. Будем надеяться, да? А ты что в панамке? Не жарко тебе? Не замерзну. Сибиряк. Я люблю тепло. Да, я понимаю. Я хочу пожаловаться. Михалыч так картинку не прибил мне. На стенку упирается. Самый тупой нож взял, да? Ты же, Аленушка, знаешь, что я, во-первых, против цветов, которые ты постоянно мне таскаешь. Я их не люблю, нет, она мне их носит и носит. Вот кушать ты любишь. Это во-первых. Во-вторых, картины. Ну, это один вред от них. Какой вред-то? Поэтому я хочу... Это как вот ковры на стенку вешали. Дистанцировать. Вон у тебя в комнате дистанцируется. И так ты не бываешь тут в зале. Только кухня и кабинет. Конечно. Ну и что, нормально же все? Где вот стукнуто было? Вот. С этой стороны. Все. И тут тоже все хорошо. И оно даже не насквозь, да? Подожди, с твоей стороны стукнуто. Да. А я и стороной. Ну, что там? Вот туда был. Немножко, чтобы что-то... А, нет, все хорошо. Подвезло тебе. Конечно. Маша сегодня надразнила. Уже в горшочках приготовила жаркое. И я тоже решила сделать с говядины. Вот такая красота, лепота получилась. Приятного аппетита. Будем кушать. Мусечка на дерево залезла и лезет все выше, выше. И на крышу смотрит. Видимо, там какую-то птичку она увидела. Мявкает и облизывается еще время от времени. И все продвигается, продвигается к концу ветки. Но понимает, что дерево шатается страшно ей. Голод не тетка. Да уж, голод. Толстяк еще тот. Пузыль пускает. Глава под жарой. Она бы еще, может, и прыгнула. Ой, да ну, там скользко же. Но она же не знает об этом, да? А со своим пузом она не рискует. У нас вон, это Муська была в Горнолатайске. Вот она на туалет, с туалета на крышу прыгала, на баню же. Там расстояние, то дай бог, было. Да еще после наркоза она была. Да, я вспомню, после наркоза она еле ходила и все равно уже забралась. Да, запрыгнула туда. Я даже не догадалась, что она там, может быть. Но нашла ее там. Все, Муся, не получилось тебе, да? Пока Михалыч там собирает мебель, я ему не нужна, сказал, в помощь. Я здесь вырезала все струхоцветы. Имею в виду от мультифлоры сухие ветки все. Сожгла у курочек. Почистила гнезда. Правильно, мне там одна зрительница замечание сделала. Ну, не замечание, спросила, вы когда-нибудь будете чистить гнезда? Конечно, чищу. Примерно раз в неделю. Утки все загаживают. Вот эти вот девчонки. Да, девочки мои? Они у нас не норовились вот тут спать. Так. И вот видите, тут почистила и солому постелила. Вот одна курочка уже сидит. Утки-утки. И вот здесь я соорудила им три гнезда. Я надеюсь, что здесь утки сядут. Вот так, здесь помельче надо сделать. Вот так побольше туда насыпать. Все. Вот так. Вот так им крышечки сделала. Затемнение. Так что я думаю, что им понравится мое строительство. Ну иди, снеси яйцо-то, девушка. Интересуешься? Вот так они осваивают. Только не выкапывайте там ничего. А то начнете сейчас, я знаю. Надо им яйцо туда положить. Да, мои хорошие. Ко-ко-ко-ко. И вуни мои. Ну вот, друзья. Почти сделали. Только пока без... Без двериц. Без дверей. Без дверок. Михалыч устал. Говорит, давай до завтра. И вечером всегда, ну, плохо видно. Ему там какие-то миллиметры смотреть. Еще там что-то. Ну и устал. Даеба, они уже готовы. Так что. На полочке поставила два цветочка. И вот так цветы поставила. Пока у нас тут будет пусто. Я не знаю, телевизор будем покупать или нет. Может и надо. Ну, пока как бы не горит. Вот так все осталось у нас. Стелили одеяло, чтобы не поцарапать. Линолеум. Осталось все это до утра. Сейчас свет тут выключу. Компьютер выключу. И все. И до утра. И выходит Михалыч сейчас из кабинета своего. И говорит. Аленушка. Ну, давай я тебе прибью уже картинку. Чего, говорит, тебя обижаю. Представьте, картинка в декабре пришла еще. Какого там 22-го, что ли, числа. Не помню. И до сих пор она у меня лежала. Ну, просто так. Нет и все. Нет и все. Я говорю. Ну, блин. Я же не лезу в твои. Вот сейчас покажу его хозяйство. Я вообще даже не ругаюсь на него. Вот. Видите, как он. Вот так он живет в своей комнате. Занес все аккумуляторы. Для него это считается нормально. Я говорю. Давай стеллаж себе поставим. И ты на полочке аккуратненько все разложишь. Стеллаж много места не занимает. Нет, мне вот так удобнее. Я же на полу их заряжаю. Там то все. Аккумуляторы от инструментов. Аккумулятор от опрыскивателя. То есть все занес, чтобы ничего не разморозилось в гараже. Я на него не ругаюсь. Вот он свою переоделся, кинул. Да бог с ним. Это его кабинет. Я к нему не лезу. Вообще не лезу. Вот с пылесосом пройдусь. Вот пыль протру. И все. Даже не переставляю ничего. Потому что у него это рабочий порядок называется. Вот. Я говорю. А я девочка. Мне надо красоту. Он говорит, ну вот, уже наставила цветов. Ну а как? Неужели она пустая мне будет стоять? Смотрите, какая красота. Правда же? Мне даже очень нравится. Зато нашему лимончику место нашлось. Уже постоянно будет оно там. Его место. На белом фоне белые пока шкафы как бы не очень смотрятся. Но будут фасады под бетон. Фасады дверок. Поэтому будет так. Нормальненько. Лимон сейчас покажу вам. Я его опрыскиваю. Единственное, что, конечно, я его снимаю на пол, опрыскиваю. Здесь это я стены буду опрыскивать. Цвел он хорошо. Было много цветов. И осталось, знаете, вот до такого момента дорастает и опадает. Вот один остался плодик. И вот здесь тоже один. И, по-моему, он высох уже. А может и нет. А нет, нет. Еще он нормальный. Так видно вам. Вот он, да. Все. Я его удобрениями раз в неделю у меня удобряется. Опрыскиваю, чтобы влажненькие были листики. И вот все равно листики, смотрите, мелкие какие-то. Обычно у лимона уже большие листья. Ну, хотя я не знаю, может, это такой сорт. Мейера. Лимон. Ну, буду надеяться. Зато, когда цвел, ой, друзья, такой аромат по дому. Вообще замечательный. Помыла я аквариум. Прям чистенькие стеночки стали. Слила воду. И добавила воду. Свежую. Ну, как свежеотстойную. Это четыре с половиной литра слила. И четыре с половиной залила. Сейчас пока еще муть такая взвесь есть. Но фильтр я вытащила губку из фильтра. Так, где она у меня? Вот такая губка. Она только для крупных фракций хороша. И посоветую аквариумистов. Благо сейчас роликов очень много. В ютубе прям смотрю запойно. Посоветовали синтепон обычно туда фильтр вставлять. Вместо вот этой губки. И тогда он вот эту всю муть, он как раз вот и в себя вберет. Синтепон менять тоже и выкидывать раз в недельку. Причем раз в неделю мыть стекла. Раз в неделю менять воду, подменивать. И фильтр менять. Все. Вот так. Иногда лампу вот так делаю. Мне так больше нравится. Михалычу не нравится, а мне нравится. Когда, знаете, не сильный свет такой. Так, как бы мне не уронить туда, в воду. Вот так я ее ставлю. Вот и мне больше так нравится. Ну, можно и так еще. Обычно здесь какую-нибудь черную полоску клеят. Чтоб не видно было дно. И вот эта не отмывается. Вот я ее только что протерла, она опять забрызгивается все. И не очень красиво смотрится. Не то, что не отмывается, она все время забрызгана получается. Место такое. Так что я сегодня прибралась. Семена сегодня ревизию навела. Старющие, старющие семена все повыкидывала. Оставила более-менее подходящие. Тоже все. Коробочку склеила. Там немножко порвалась у меня. В общем, вот так. И осталось мне сейчас вот тут доубираться. И помыть полы. Вот так. Пока Михалыч в бане. У нас в бане сегодня. Всех с крещением, друзья. С праздником вас. Всем здоровья желаю. Прошлите времена, когда я могла купаться в холодной воде, либо обливаться я теперь нет. Ни за какие деньги не смогу. Вот. Поэтому моемся в бане. Святой водичкой. Ну вот и порядок навела. Успела. И готовлю Михалычу ужин. Здесь у меня говяжьи медальоны. И брокколи. Все. Красота. Все, успела. Да, мысечка? Все, друзья, пошла я в баньку. Друзья, на сегодня заканчиваю свое видео. Всем пока-пока. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо за комментарии. Извините, что в YouTube пока вот так у меня запоздание. Но пока так будет. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok